Не надо, условно говоря, обниматься, целоваться с мигрантом. Достаточно постоять с ним в лифте. Вот этого будет достаточно для того, чтобы заразиться коре. Сколько держатся антитела? Значит, с вероятностью 95% антитела сохраняются пожизненно. Если у человека есть одна прививка, нужно ему в ближайшее время сделать еще одну прививку. А необходимо отметить, что противники вакцинации, когда их спрашивают, а вакцинированы ли вы, вакцинировали их родители, говорят, что да. Но, по их мнению, сейчас изменилась ситуация, и своих детей они не хотят почему-то защитить. Вспышки корием зафиксированы в стране. Об опасных инфекциях поговорим сегодня. Это главные новости в студии. Адель Коломеец, здравствуйте. Дмитрий Владимирович Лопушев, главный эпидемиолог Минздрава Республики Татарстан, у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. Спасибо, что нашли для нас время. 8 800 532 55 и 511 99 66. Номера прямого эфира. В ближайшие 20 минут звоните нам, задавайте свои вопросы, делитесь мнением, ну и традиционно в социальной сети ВКонтакте, в нашей группе телеканал Татарстан 24. Мы для вас организовали опрос. Сегодня мы спрашиваем, доверяете ли вы нашим прививкам. Голосуйте, нам интересно знать ваше мнение. В России в последние пару недель участились локальные вспышки кори. В Новосибирской области и Алтайском крае уже десятки заболевших в Самаре и Омске пока фиксируют единичные случаи. Случаи заболеваемости регистрируются среди непривитого населения. Какие меры сейчас принимает медик и как можно защитить себя от кори, знает Альбина Хомедолина. Давайте посмотрим. Осмотр у педиатра и взвешивание обязательной процедуры перед вакцинацией Ксении всего 5 месяцев, но сегодня ей уже делают повторную обязательную прививку от полиамелита. Следующая вакцина, которую также необходимо пройти девочке, прививка от кори. На нее мама приведет дочку тоже обязательно. Мне кажется, надо прививки делать, потому что мы даже эти гепатиты делаем, этот гепатит, этот всего. Мы же никто не знаем, где нас что-то, где мы можем поймать. Это я буду уверена, что ребенок не поймает, не где-то рад. Обязательно лучше всякие прививки сделать. Ребенка не убудет ничего, здоровье зато покрывает крепко и все хорошо будет. Температура часто до 40 градусов, воспаленные слизистые оболочки и сыпь на коже – симптомы заразившихся корью. Единственный шанс не заболеть – это сделать прививку. Никакие маски, перчатки или любые другие способы защиты от кори не помогут. Тем более, что прививка эта абсолютно бесплатная. И сделать ее можно в любой поликлинике по месту жительства. Все просто. В обязательный медицинский календарь внесены две прививки для детей. Первая делается в год, вторая – в 6 лет. Обычно корью болеют дети, но специалисты рекомендуют подумать о прививке и тем, кому сейчас за 35. Если человек захотел в 36-37 и обнаружил, что у него нет прививок, то, конечно, он может обратиться и ему сделают эти прививки. Но здесь еще есть один вариант. Можно сдать кровь на защитный титр антител, посмотреть, если есть защитный титр антител, значит, можно спокойно быть, что есть защита у данного человека. Если защитного титра недостаточно, он идет и вакцинируется двухкратно с интервалом не менее трех месяцев. После вакцины осложнений практически не бывает, разве что аллергическая реакция. Страшна не сама корь, а ее последствия. Пневмония, менингиты, атиты и энцефалиты. Поэтому так важно вакцинировать детей. Делаю и второму буду делать, так как считаю, что важны именно те, которые еще нам делали, еще нашим родителям делали. Так как возможно, что вернется та же самая болезнь, а у меня дети будут привиты. Делаем прививки обязательно, чтобы не было в дальнейшем последствий. Мало ли чем, ребенок может заболеть ветрянкой, корь, паратит. Все это стабильно по графику, соблюдаем график привита. Скорость распространения инфекции зависит от количества вакцинированных в стране. Врачи предупреждают, сейчас самое время сделать прививку. Альбина Хамедулина, Андрей Лопатников, новости Татарстана. Ну, начну с главного. Кори в Татарстане нет, случаи не зафиксированы. Ну, вот по сегодня на 27 января, то есть в республике Татарстан, случаи в коре не зарегистрированы. Это радует. Что такое корь? Как проявляется? Что это за симптоматика вообще? Ну, корь, получается, это одна из классических детских инфекций. Но необходимо отметить, что корью могут болеть практически все возрастные категории. То есть нельзя думать о том, что корью болеют исключительно дети. И вот те случаи, которые у нас регистрировались, ну, несколько лет назад, то есть в основном болели взрослые люди. Поэтому как бы здесь не нужно думать, что болеют исключительно дети. То есть корь – это остроинфекционное заболевание, которое характеризуется интоксикационным синдромом, это повышение температуры тела, это появлением сыпи. Значит, сыпь, значит, она определенная, то есть и характеризуется поэтапностью высыпания. То есть сначала лицо, потом тело, потом конечности, потом как бы человек весь покрывается сыпью. Значит, и вот в принципе все, два симптома, но как бы здесь важны осложнения. То есть осложнения могут быть, то есть это может быть и кривая пневмония, то есть это вирусная пневмония, но вызванная вирусом коли. То есть это вирус коли вызывает заболевание. Кроме того, одно из таких довольно-таки серьезных осложнений – это так называемый склерозирующий пананцефалит. То есть это поражается головной мозг, и человек становится, ну можно сказать, овощем. То есть он ничего не понимает, он дышит, значит, его кормят через трубки, то есть ну и фактически здесь выздоровление не происходит. Такие случаи, они тоже зарегистрированы. Вот, пожалуй, вот в этом и заключается опасность кори. Ну и она чрезвычайно заразительна, то есть индекс контагиозности кори является единицей. То есть практически 100% кто контактировал с заболевшим, он заболевает. Поэтому вот именно из этих вот моментов кори уделяется особое внимание. Она входит в перечень 11 инфекционных заболеваний, против которых делают прививки. Так называемый национальный календарь практически во всех странах кори входит вот в этот календарь. Видимо, в каких-то странах их все-таки не делают, потому что специалисты говорят, что случаи кори у нас все-таки заводные, нежели завозные. Все правильно, случаи кори у нас регистрируются в основном завозные. Завозные это из ближнего зарубежья, это наши соседи, это Средняя Азия в основном, это мигранты так называемые, которые приезжают к нам работать. Увы, к сожалению, в этих странах национальный календарь либо не осуществляется, либо осуществляется не в полном объеме, вакцин не хватает, они не вакцинируются. Соответственно, приезжает сюда, приезжает сам мигрант, нередко приезжает его семья, приезжают дети не вакцинированные, соответственно, в основном они являются источником заболевания. То есть они между нами, они работают и в общественном транспорте, они работают и в учреждениях общепита, но для кори важен только единственный контакт. То есть все, на расстоянии полутора-двух метров важен контакт. Воздушно-капельным путем. Да, воздушно-капельным путем, то есть это тот путь, о котором мы много-много говорили, когда говорили о коронавирусной инфекции. Вот для кори характерен такой же путь. То есть не надо, условно говоря, обниматься, целоваться с мигрантом. Достаточно постоять с ним в лифте. Вот этого будет достаточно для того, чтобы заразиться кори. Вот в ковидные времена во многие страны невозможно было въехать без вакцины от ковида. Было бы неплохо, если бы в этом случае действовало так же. Нет прививки от кори, извините, въезд в Россию запрещен. Но опять-таки нужно понимать, что кори, она есть, она регистрируется практически во всех странах мира. Но благодаря именно вакцинации нет пандемического распространения кори. То есть не исключено, если все-таки случится такое нечто страшное, когда случаи кори будут зарегистрированы в течение определенного периода, а инкубационный период это 21 день, во всех странах мира, то тогда, безусловно, будет объявлена пандемия, но и будут введены определенные ограничительные мероприятия. То есть сейчас такого нету, и я отмечу это благодаря вакцинации. То есть понятно, в каких-то странах локальные вспышки есть, но опять-таки вот такого всеобъемлющего распространения благодаря вакцинации нету. Вот сейчас, наверное, кто-то задумался, не помню, ставили мне прививку от кори, да и не могу, наверное, помнить, это ведь делается в глубоком детстве, да? Все ли у нас в стране привиты? Какой порядок был вообще в принципе этих прививок? Ну, опять-таки, начнем с того, что вакцинация в рамках национального календаря начата где-то в 50-е годы. Если началось в 52-м году, значит, тогда была введена обязательная вакцинация против кори. Это две прививки, которые проводятся в один год и в шесть лет. То есть с 52-го года практически все люди, особенно в советский период, они все вакцинировались. Поэтому вакцина против кори применяется с 52-го года, то есть поэтому можно говорить, что она прошла испытания десятилетиями. Практически эту же вакцину этот же производитель использует и сейчас, но как бы она заслужила доверие, поэтому мы ее активно используем. Значит, поэтому тот, кто не помнит, во-первых, нужно посмотреть свою карточку амбулаторную, свой календарь, сертификат о прививках. Ну, опять-таки скажу, что понятно, что в 52-м году сертификата о прививках в принципе не было, но все-таки у кого-то сохранились карточки. Их можно посмотреть. Единственное, что нужно иметь при себе документально подтвержденные именно сведения о вакцинации. То есть это выписка из медицинской карты. Только в этом случае человек считается привитым. Не так, что, а вот я помню, вроде бы я вакцинировался. То есть документально подтвержденные. Это выписка из амбулаторной карты, либо сертификата о профилактических прививках. Если все-таки этого нету, понятно, один из вариантов, это вот, как говорили в сюжете, сделать контроль наличия антител. Но опять-таки, то есть необходимо помнить, и при коронавирусе тоже мы говорили. Выявление антител говорит, что человек на сегодняшний момент, на момент сдачи, он имеет защитный титр антител. То есть не исключается тот момент, через неделю антитела упадут, и он не будет иметь. То есть фактически, если мы приходим к выводу, что делать контроль, мы его должны делать каждый день или каждую неделю. А это затраты. То есть программа ОМС, наличие антител, оно не входит, поэтому сразу говорю зрителям, идти в поликлинику и просить, чтобы провели антитела, такого нет. То есть это здесь платная услуга. Другой вариант, наиболее предпочтительный, это сделать прививку, получить документальное подтверждение, ну и, соответственно, на несколько лет, на десятки лет этого хватит. Вот как раз хотела спросить, вот сделали, например, мне в год и в 6 лет, сколько держатся антитела? Значит, с вероятностью 95% антитела сохраняются пожизненно. Поэтому каждый человек должен иметь две прививки против кори. То есть здесь чётко и понятно. Две прививки. Две прививки есть, документально подтверждённые, значит, можно спокойно жить и не заботиться ни о чём. Если у человека есть одна прививка, нужно ему в ближайшее время сделать ещё одну прививку. И всё. Если у него нет никаких прививок, соответственно, нужно сделать две прививки с интервалом в 3 месяца, ну и, соответственно, спать спокойно. Поэтому вот эти моменты. Вакцина, в принципе, есть. У нас есть несколько вакцин. Есть моновакцина против кори, есть дивакцина, то есть это против кори паротита. Есть три вакцина – корь-краснуха паротит. Вот корь-краснуха паротит, значит, вакцина в основном используется для детей, так как вот в 6 и в год мы вакцинируем против трёх инфекций. Корь, паротит, краснуха. Если раньше мы делали условно ребёнку 3 прививки, 3 укола, это была инъекционная нагрузка, ну, 3 раза колоть, сейчас можно сделать одну прививку против кори паротита краснуха. Или две. Первая – это корь-паротит и краснуха. Для взрослого тоже можно сделать лимомону вакцину против кори, либо дивакцину – корь-паротит. Опять-таки, если человек нет документальных подтверждений против кори, скорее всего, 95% он не вакцинируется и против паротита. Паротит тоже не менее значимая инфекция, то есть вызывает поражение слюных желёз и, что самое главное, то есть он вызывает поражение мужских половых органов. То есть тестикул. Соответственно, в большинстве случаев это приводит к бесплодию. Поэтому здесь тоже вспомнить о паротите тоже не будет лишним. Ну и, соответственно, если делать, то, конечно, сделать и против кори, и против паротита. Вот вы говорите, корь-паротит, пожизненный иммунитет, да? А остальные прививки из национального календаря, они тоже держат? Здесь в зависимости, если говорить о национальном календаре, это, конечно же, зависит от самой вакцины, которая использовалась, ну и о состоянии здоровья вакцинирования, какие заболевания у него были. Допустим, полимелит тоже входит в число календарных вакцин, страшные заболевания, то есть это вызывает поражение дыхательной мускулатуры, и человек, значит, либо становится инвалидом, значит, либо умирает, если у него поражается дыхательная мускулатура. Он не может дышать, то есть он вынужден, причем этот процесс необратимый, то есть, и, соответственно, он всю жизнь должен находиться на противе Л. То есть здесь полимелитная вакцина делается 5 прививок, и, соответственно, все они в детском возрасте, последняя прививка делается в 6 лет, и, соответственно, здесь пожизненный иммунитет, опять-таки, в 95% случаев. Дифтерия столбняк тоже широко распространенная инфекция, особенно столбняк. Все мы, вот весна начинается, мы все начинаем ехать на дачу, начинаем облагораживать землю, значит, не исключены травмы, это, ну, такой вот банальный вещь, наступил на гвоздь, у всех бывает такое, ударился, поцарапался, то есть, понятно, вроде все это, все неплохо, но в земле возбудитель столбняка есть, если они попадают в рану, вызывают столбняк, то есть, это паралич мышечных мускулатур, довольно-таки серьезные спазмы, поэтому вот прививка против дифтерии столбняка, она делается каждые 10 лет, поэтому не лишним тоже это посмотреть, значит, ну и, в принципе, нужно контролировать свой национальный календарь, то есть, это вот те 11 прививок, которые входят практически во все национальные календари, ну и, соответственно, им необходимо уделять особое внимание. Мы много сегодня говорим о прививках, интересно, делают ли их, сейчас же много разных людей с разным мнением, в том числе, сегодня такой вопрос, доверяете ли вы нашим прививкам, мы задавали в нашей группе в социальной сети ВКонтакте, телеканал Торстан 24, 69% говорят, я не доверяю, 30% всего лишь говорят, да, доверяю. Что вы скажете тем, кто противится прививкам, не делает ли их, но опять-таки здесь противники, как бы здесь вакцинация не есть, значит, соответственно, они, как бы, может быть, в доводах привозят абсолютные, ну, непонятные мифы, соответственно, либо мы отказываемся от всех лекарств, не будем ничего делать, в том числе и прививки не будем делать, значит, мы будем закаляться, мы будем дышать свежим воздухом, но опять-таки пример столбняка говорит об обратном. А что делать? Заболел, что будет делать? На свежем воздухе, пожалуйста, столбняк, небольшая травма, то есть, тем более они предпочитают здоровый образ жизни, то есть, ходить босиком, чтобы рецепторы возбуждались там на подошвах, пожалуйста, наступил на гвоздь, наступил на осколок стекла, соответственно, судороги, столбняк, реанимация, ну и, соответственно, можно сходить в церковь, ставить свечки за упокой души, поэтому, как бы здесь довольно-таки страшные инфекционные заболевания, и поэтому необходимо отметить, что вот противники вакцинации, когда их спрашивают, а вакцинированы ли вы, вакцинировали их родители, говорят, что да, но, по их мнению, сейчас изменилась ситуация, и своих детей, они не хотят почему-то защитить, поэтому, когда мы общаемся с такими, ну, так скажем, антивакцинаторами, то есть вот они приводят доводы, которые, ну, не выдержат никакой логики. Если вдруг кто-то захотел привиться, в Нижнекамске появилась вакцина против пневмококковой инфекции, об этом сообщает Пресс-служба Горздрава Нижнекамска, по словам врачей, вакцина признана наиболее эффективным методом предупреждения пневмококковой инфекции, прививкой единственный способ существенно повлиять на заболеваемость и смертность от пневмонии, привиться против пневмококковой инфекции можно в поликлиниках НЦРБ, да и в принципе все прививки можно бесплатно получить в ваших поликлиниках, вы можете обращаться в свои больницы, если вы действительно переживаете за свое здоровье. К сожалению, время нашей программы заканчивается. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Владимирович Лопушов, главный эпидемиолог Минздрава Республики Татарстан. Спасибо, что уделили нам ваше драгоценное время. Это были главные новости. Аделья Коломит, хорошего дня. Подписывайтесь на канал Татарстан 24, не пропускайте интересные выпуски, жмите колокольчик.